Всем привет! Вы на канале Кабина Рейсинг и это Rust Hunters. Сегодня мы будем колупать очередную ржавчину, кстати которой здесь практически уже не осталось, вернее поверхностная ржавчина появилась, потому что машина стояла некоторое время по причинам не связанные со мной, скажем так. Но мы продолжаем заниматься М3Е30, которую мы строим в оригинал, мы построим ее на S14 двигателе, который в стандарте стоял на М3Е30, именно так как должно быть. Машина, напоминаю, будет в зеленом свете, в расцветке, в расклейке дибель сальт. Мы сейчас покажем вам, как собирается ходовка, из чего она собирается. Давайте начнем с того, что кайловеры. Это проверенные койлы, я не буду говорить их фирму, они недорогие, в принципе, но они от Е36 изначально, поэтому, в принципе, как и 30-е кайловеры, их все равно нужно переваривать на 30-е поворотные кулачки, скажем так. Это все нормальным током проваривается, стандартная ступица отпрессовывается, здесь я уже пересверлил под 30-й стакан, не стал ничего колхозить, в принципе. В общем, что мы делаем для того, чтобы перейти на 520? В общем, перейти на 520 можно очень многими способами, и самый менее колхозный, самый правильный, это просто сделать вот такие вот железные переходнички и вот такую вот гайку, которая одевается на 30-ю стойку и под 36-ю ступицу. Чертежи, вот этих вот вещей всех, они, в принципе, доступны в интернете, поэтому не задавайте глупых вопросов, а просто включите гугл и наберите на E30 в форуме, в клубе русском. В общем, эти все чертежи есть. И вот так вот выглядит стойка уже в сборе с ступицей, то есть все, 520 спереди. Спереди очень быстро и просто, в принципе, решается. Но не забывайте, что вот эти вот переходники должны быть выточены с классом прочности, который стоит в том самом чертеже. То есть просто так, абы как, ну, там очень точный размер на самом деле. Задний переход на 520 тоже очень простой. Это рычаги от BMW E36 Compact в кузове. И под дисковый тормоз рычаг идет только лишь на версиях шестицилиндровых. А это полиуретанчик, который мы сейчас будем запрессовывать. Вот. Задняя крышка редуктора я уже запрессовал. Полиуретан. У нас широкий редуктор с блокировочкой с оригинальной M. Передние сайленты со смещением. О, тормоза. Тормоза, конечно, АТЕшные диски. Они, в принципе, новые. Это видно, что они новые. Просто они уже чуть-чуть полежали. А самый весь прикол в том, что на них будут стоять вот такие вот АМГшные суппорта. Это суппорта от CLS в 219 кузове. Но, на самом деле, они стояли на очень многих Мерседесах. Там, по-моему, на 220, на SL, на SL. В общем, 8-поршневые передние суппорта и 4-поршневые задние суппорта. Как бы они большие. Они очень большие. Посмотрите, для сравнения. Вот этот суппорт, я уже примерил, будет стоять в 17-м колесе. И тормозить машину, которая весит, в принципе, тонну. А вот теперь, смотрите, SRT-8 и его суппорт. И суппорт, который будет стоять на 30-ке. В общем, продавливать все это дело будет ЭТЦ с вакуумником от Е39. Мы не будем городить чисто спортивные какие-то системы. Тилтон и педальные узлы. Потому что это все гемор. Это все, как бы, будет не стрит-лигал, скажем так. А нам нужна тачка, в принципе, которая будет и с каркасом, и гоночной. И чтобы можно было ездить по дорогам. Давайте перейдем теперь к кузову. Я вам расскажу, что уже проделано. Задние крылья М3 собственного производства. Видите, с одного листа металла. Со всеми закруглениями. В общем, правильной формы. Которую вы не сделаете самостоятельно. Из чисто плоского листа. Со всеми кантиками. Приварена на свое место. Так как должно быть. Здесь будет вообще микро-микро слой шпаклевки. Пороги, передние крылья, кстати, тоже металлические уже. Оригинальные. Не пластиковые. Поэтому у нас все сошлось. И все, в принципе, выглядит очень красиво, как для корча. Машина уже стоит вся в зазорах. У нас капот, багажник. Все на спортивных замках будет. Я предварительно уже их поврезал. В общем, выставил все как нужно. Ну, давайте, я не знаю, покажу. Как это все организовано. Чикс. А вот, кстати, редуктор с блокировкой. Открытый, да. Ну, в смысле, открытый редуктор. А не открытый редуктор в смысле, что у него нет блокировки. Каркас завязан на стойке. В общем, ничего такого интересного нет. По салончику. По салончику у нас вот такие моменты. Кулиса, которая приварена к кузову. Ну, ответная часть. Эта часть будет сниматься, конечно, на шесике. Все очень жестко. В принципе, тоже ничего особо интересного. А вот теперь сзади. Вот эта вот заклепочка, как я уже кучу раз рассказывал. Это по стоку так и идет, в принципе, в М3. Все усилители под заднее стекло. Вот эти вот. Они тоже, как с завода, все сделано. На заводской клей-герметик. Эта вся рамка собрана. Еще усилена дополнительно с заклепочками. Задний багажничек. Мы вот так вот легким движением снимаем. И мы здесь видим нишу, которая была сделана под наш спортивный бак. Который я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот такой вот немецкий оригинальный гоночный бак мы купили под фитинги АН6. Так это выглядит снизу. Так это выглядит сверху. В общем, бак максимально похож на заводское исполнение. И заводской забор бензина именно снизу, именно в этом месте. Вот так он будет размещаться. И заправляться все это дело будет через заливную горловину, которую мы вывели. Вот эту вот часть, как в ДТМе, в принципе. Но лишь будет смысл в том, что в ДТМе это как для быстрой заправки, сзади горловина выведена. У нас это будет, в принципе, бутафория. Так как она не будет особо быстро, она будет обычная. Но нам, в принципе, этих целей и не нужно придерживаться. В общем, ребята, работа над машиной вновь кипит. Я занимаюсь полноценно этой машиной. И полноценно будем выкладывать ролики на YouTube. Поэтому задача от вас поддержать нас комментарием на YouTube к этому видео. Пожелать нам удачи. И мы будем радовать вас еженедельно новыми выпусками про эту тачку. А также другими выпусками про еще более или менее интересные. Но Е30. И не только. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok